Всем привет, это FreeStudio21.com И перед нами очередные задания из Objective Yields Intermediate Level Вот эта книжечка И на этот раз у меня задание немножечко необычное Такого я еще, наверное, не делала, насколько я помню Это восьмое задание Listen and write down the numbers you hear Короче говоря, это больная тема для всех Больной мозоль это аудирование Потому что аудирование предполагает восприятие английской речи на слух Ну и если писать, читать мы еще худо-бедно все умеем То когда начинается слушание Тем более когда говорят native speaker Тем более когда native speaker говорят довольно быстро Возникают проблемы, что они там вообще говорят Здесь восьмое задание, оно архипростое Нужно будет послушать и просто написать или сказать, что это было They will be dates, telephone numbers, amounts of money, etc. То есть я буду слушать, это будет слышно И на основе того, что я услышу, я буду писать то, что мне, как я думаю, было слышно Если у кого-то есть эта книга И если к ней есть аудиосопровождение Оно будет стоять по ссылке в описании видео Но если у вас все же эта книга есть То это трек 0,3 из CD1 Это первый CD прилагаемый к книге И 0,3 трек из него это как раз то, что нужно О,1,9,9,3,5,4,8,3 О,9,1,3 О это 0 всегда Дабл это 2, то есть 2 девятки подряд О,1,9,9,3,5,4,8,3 Это трэбл, имеется в виду тройная тройка Трэбл 3 Итак, слушаем это еще раз О,1,9,9,3,5,4,8,3 Далее номер 2 Zero degrees centigrade Zero degrees centigrade Ну, zero ясно Обратите внимание, что когда говорится Допустим, телефонный номер То говорится O Вот здесь было O А когда началось 0 градусов по Цельсию То это zero degrees Degrees это градусы И далее centigrade Это по Цельсию значит Далее номер 3. Помним, что первая декада 2000-х годов, то есть с 2000-го года по 2009-й включительно, говорится как нормальные числа. Далее номер 4. Обратите внимание, как это говорится. То есть я говорю 30, а потом прибавляю к нему вот это окончание. Здесь лучше всего проговорить все гласные, тогда будет понятно, и они это делают. Получается вроде там какое-то сложное число, но на самом деле это просто 30-е ноября. Далее номер 5. 5,432 кг. 5,432 кг. 5,432 кг. Далее 6. 5,532 кг. 5,532 кг. Или же, дальше он говорит, or 1,500 кг. Далее номер 7. 3,532 кг. 3,532 кг. 3,532 кг. 3,532 кг. Когда я слышу pounds, ну, первая мысль, что речь опять идет о весе. Но дело в том, что что такое это пи, странное такое. Значит, можно, конечно, написать это на слух. Но, когда я слышу вот это вот специфическое пи, значит, речь идет, скорее всего, о деньгах. Это фунты стерлингов. Поэтому здесь намного лучше будет записать вот так. 3,12. И вот здесь поставить знак фунта. И этого будет вполне достаточно. Будет понятно, что это 3 фунта 15 пенсов. И вот здесь она проговаривает альтернативу. Or 3,12 пенс. Все то же самое, запись та же самая. И опять же ставим знак фунта спереди. В принципе, можно это было бы еще и писать и вот так вот даже. Но это уже дело такое. Если стоит знак фунта перед суммой, она говорит сама за себя. Главное не забыть поставить точку. Едем дальше. Следующее восьмое. И вот здесь очень интересная ситуация. На первый взгляд, оно почти ничем не отличается от номера 7. Но проблема в том, что в номере 7 уточнялось, что такое 12 после фунтов. Это были пенсы. И поэтому пи говорится. Здесь не говорится этого. Поэтому если здесь речь шла о деньгах, money, то здесь речь идет уже о массе, о весе. Это weight. Иначе говорилось бы о пенсах. И поэтому было бы лучше написать это вот так. Кстати, здесь есть еще один шкурный момент. В английском языке, когда появляются десятичные дроби, в данном случае мы имеем дело именно с десятичными дробями, по сути, значит, между целым числом и дробью ставится точка. Ставится точка. Это 4,5 по большому счету здесь. Или 4,5, как хотите. Но вот эта часть, это дробь. Если я поставлю запятую, это будет уже совершенно другое дело. Это можно будет считать там 450 или там 4,500 или что-то такое. Запятая в английском ставится между классами чисел. Окей, едем дальше. Номер 9. 2,5 сантиметра. 2,5 сантиметра. 2,5 сантиметра. 2,5 сантиметра. При этом, когда у меня десятичная дробь, очень часто люди называют point. Это вот эта вот, вот эта точечка. Вот это point. Если я слышу слово point, я знаю, что у меня десятичная дробь. Кроме того, слово сантиметра имеет два варианта написания. Это британский вариант, то, что я написала, поскольку YELTS, это британский экзамен. Кроме того, слово сантиметра имеет еще вот такой вариант написания. Не удивляйтесь этому. Это American. Это British. Едем дальше. Обратите внимание, как выговаривается слово 70. То есть не надо усердствовать в произношении последнего слова. Он говорится мягенько. 70. Как будто там D, а не T. Потому что он безударный. Поэтому так получается. 70 meters. Метерс, кстати, тоже имеет британские и американские варианты. Ну и это, в принципе, все. С одной стороны, упражнение до неприличия просто легкое и все такое. Но здесь, как обычно у людей возникает проблема. Проблема даже не в том, как распознать эти числа. Ну, допустим, я просто должна знать, что если подряд два числа, то это double, это treble. Это, ну, как правило, больше трех чисел, но вряд ли подряд что-то будет стоять. Кроме того, в номерах O, в градусах там или в каких-то единицах измерения zero. Кроме того, надо просто знать закономерности, как строятся даты. Здесь очень официальный вариант. Традиционный, школьный, если хотите, написание даты. Ну и просто элементарные правила, то есть десятичные дроби, классы чисел и все такое, все такое. Но проблема не в этом. Как правило, мы все это знаем. Проблема в том, чтобы сразу запомнить целую фразу, которую они говорят. Они говорят очень медленно, друзья мои, поверьте мне на слово. На самом деле, вживую на эти спикеры говорят намного быстрее. Но опять же проблема в том, чтобы, как говорится, отложить в свою оперативную память сразу целый месседж, целую фразу, как человек это говорил. Вот это самая большая проблема для нас. Запомнить это, а потом либо повторить, либо особенно если это написать. Или при аудировании, когда я слушаю целый монолог, а потом надо заполнить пробелы. Я буду похожее упражнение делать дальше. Вот оно. Дальше десятое. Здесь надо прослушать, а потом заполнить пробелы. Вот это, как правило, самое страшное, самый большой кошмар всех, кто сдает эти экзамены. Поскольку просто мы слушаем там один или два раза, я уже не помню, сколько раз там слушается этот текст. А потом надо по памяти вот вписать все то, что там говорится. Ключ к успеху здесь, как правило, просто тренировка ушей. Потому что словарный запас на слух это одно, и словарный запас в чтении и в письме это совершенно другое. Это два словарных запаса, которые практически никак не пересекаются. Уши тоже нужно тренировать. Если я знаю, как слова могут стоять в предложении, если я знаю, как они могут звучать, то для меня не будет проблемой запомнить там какую-то фразу, чего кто там говорил. Напоминаю, что это сборник Objective Yields Intermediate, Students Book. Если у вас нет этой книги, ссылка на скриншот страницы будет ставить в описании видео, равно как и ссылка на озвучку, файлы озвучки к этим упражнениям. В частности, к упражнению восьмому и, скорее всего, к упражнению десятому, которое я тоже буду делать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.